Всем привет! Хочу немного осветить способы прокачки в Акфу. И сразу учитывайте, что без премиума все из этих вариантов приносят намного меньше опыта. Начнем с основного. Это убийство мобов и зачистка подземелий. Хороший способ прокачки при наличии полной группы. Просто выбираете локацию или данж под свой уровень и вперед. Уровень локации можно увидеть при открытой карте в правом верхнем углу, и список подземелий можно посмотреть, нажав клавишу D. Скорость прокачки таким образом напрямую зависит от подбора группы, одетости персонажей, выполненных челленджей, количество виздома, механик мобов. Если это данж, то уровень стазиса. Плюс на итоговый опыт влияют банки из шопа к финально полученному опыту и ивенты, которые периодически включают. Далее следует самый простой способ прокачки для соло. Это квесты на локации с ограничением по времени в духе сходи, убей, собери. Делятся они на 4 типа. Соло, коллаборация, компетитив и рейс. Соло самые простые и быстрые ивенты, но дают меньше всего опыта. Коллаборация предназначена для выполнения несколькими игроками или группами игроков, но их также можно постараться выполнить и в одиночку. Компетитив, соревновательные ивенты, на кто больше наберет ресурсов, поймает или убьет мобов. Количество полученного опыта зависит от места, которое вы займете. И последнее это рейс. Например, на локациях появилось три ресурса, или несколько монстров. И только те, кто успеет их собрать и убить, получат опыт. Просто так же, как и с мобами, ищем локацию под свой уровень и вперед. Помимо опыта, за выполнение таких ивентов дают клей, который может пригодиться в крафте или просто продать на аукционе. Делики, или по-нашему ежедневные задания, здесь представлены в виде гильдии охотников. Это три типа задания. Сдача семечек от траппера, ресурсов выбиваемых смовов и убийство случайного босса. Диапазоны уровней и в каких зонах можно найти гильдию охотников, я добавлю в описание к ролику. Из всего перечисленного, самое простое, это сдача семян, особенно если у вас прокачанные траппера, так что запасайте семечки. И самое последнее из моего списка, это одноразовые квестовые цепочки и мерценарий посты. На мерценарий постах можно взять одноразовые задания для локации, где расположен сам пост. Задания делятся по сложности, от одной до трех звезд и требуемого количества людей, от соло до полной группы, для прохождения подземелья. Также в игре достаточно много обычных заданий, некоторые из них выдаются вам автоматически при достижении требуемого уровня. Другие же нужно брать у определенных НПЦ. Самое главное, это начать выполнять National Quest, ссылочка будет в описании. А также квесты на специальные предметы, которые вам понадобятся по мере прохождения заданий, так и просто в самой игре. Они дают доступ к скрытым сундукам с дополнительными камами и опытом. Помимо всего вышеперечисленного, есть и другие места, где можно покачаться, такие как рифты, минеральная башня, босс-смэшер и модулакс, но я остановился на основных. Всем спасибо за просмотр, удачи!